Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Самараги. С вами Юлия Черняева. И это универсальный формат. Что ж, давайте, друзья, с большим удовольствием сегодня будем представлять тему нашего эфира. Если вы человек к творчеству, культуре, искусству неравнодушной, то сегодня эта тема специально для вас. Театр «Город» нашей студии у нас в гостях. И с большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами здесь режиссер Театра «Город» Анастасия Алмазова. Здравствуйте! Директор театра, актриса Татьяна Быкова. Здравствуйте! Служащий театра «Город» Требич Борис. Здравствуйте! И самарский поэт, руководитель Центра чтения Самарской областной библиотеки Софья Сыромятникова. Здравствуйте! Мы обозначили для себя и для вас в том числе удивительный такой, мне кажется, хороший информационный повод о том, что 17 и 24 октября Самарский театр «Город» покажет суперспектакль по пьесе «Ремарка. Последняя остановка». Афишу, я думаю, мы в ближайшее время сейчас увидим тоже на экране. И вот собрались для того, чтобы действительно этот повод обсудить. Как выяснилось, «Ремарк» вообще никогда не писал пьесу, это мне Софья сказала по секрету. И кроме именно этой. И она ставилась всего несколько раз и то в Европе и не у нас. Давайте будем тогда об этой постановке говорить, тем более последняя остановка, такое весьма удивительное название, да и больше постер похож на какой-то фильм такой, мелодраму, драму, фильм ужаса в конце концов. Давайте, наверное, с режиссера начнем. Анастасия, как так вот случилось, что вы за «Ремарка» схватились? Ну, на самом деле у меня нет каких-то определенных законов, почему это произошло. То есть это совершенно случайно вышло. Друг мне просто рассказал об этой пьесе, и я к ней обратилась. А потом уже мне предложили поучаствовать в проекте «В театре город», где нужно было читать пьесы о войне. И вот как раз-таки у меня сразу просто всплыла эта пьеса в голове, и я решила, что нужно ее попробовать сделать. Действительно ли вот она такая уникальная, что у нас в стране она не ставилась? Ну, здесь, возможно, на самом деле проблема в том, что какое-то время эта пьеса, наверное, была скрыта, потому что достаточно очень противоречивый сюжет. Мы привыкли все-таки воспринимать события вот этой вот войны, да, как бы только со своей точки зрения, да. То есть как мы на это смотрим, а как с той стороны, грубо говоря, люди это видели, это немножко у нас уходит на второй план. И поэтому, наверное, мне кажется, какое-то время просто об этой пьесе никто не знал. То есть она такая провокационная часть? Да, я думаю, что да. И это, наверное, один из тех моментов, который меня привлек. То есть она очень такая острая, очень какая-то в нынешней, тем более, обстановке нашей. То есть попали в точку? Ну, я думаю, что да. Софья, ну ты как литератор, вот расскажи свои впечатления. Читала наверняка, что порекомендуешь? Как вообще вот твое отношение к этому всему? Я на самом деле хочу пару слов рассказать о зарождении, потому что, как любая вещь, она с чего-то начинается. И здесь как раз интересная была история. Был совместный проект с библиотекой, с галереей «Новое пространство» и театром «Город», называется «Дорогами судьбы». Проект был посвящен Великой Отечественной войне. И каждый день, каждый абсолютно день проходили читки разных пьес, касаемые войны. То есть это была даже пьеса «Война и мир». Были пьесы Дударева, Розова, многих-многих авторов. И именно пьеса «Ремарка», она вызвала наибольший отклик наших зрителей. А почему? Как вы считаете? Это взгляд, ну, со стороны. То есть это не Борис Васильев, например, как мы привыкли воспринимать войну глазами наших советских писателей. Это взгляд немецкого писателя на войну. Он не менее интересен. Он не менее жесток и жесток. Он адекватен? Он абсолютно адекватен. И как все у «Ремарка» безумно красиво, безумно трагично, интересно. Прекрасная любовная линия в этой пьесе. То есть я не думаю, что будут равнодушные. И даже вот та форма читки, которая была представлена на проекте, она уже была очень хорошо воспринята нашими посетителями. А что говорить о пьесе настоящей постановки, которую ждет сам артсов совсем скоро. Как вообще идет подготовка, Татьяна? Вы задействованы в этой пьесе? Нет, я не задействована. Вы видели уже какие-то репетиции, какие-то, может быть, встречи артистов, актеров? Ну, конечно, да. И как вот взгляд со стороны, взгляд директора, так скажем, волнуетесь? Очень волнуемся, потому что для нас эта пьеса, ну, в отличие от композиции и небольших пьес, состоящих из отрывков, из кусочков, допустим, «Играем» Антоши Чеханте, там рассказы Чехова, да? Лиза Ощенко-Верченко, там опять же рассказы. А здесь цельная пьеса, очень интересная пьеса, с активным действием. Вот что нас еще привлекло, там, ну, Ремарков, просто мастер вот этого, мастер диалогов, там прекрасно все выписано. А в чем переводе? Есть какая-то информация вообще? Ну, вот у нас, у нас варианты Елены Зись. Мы, в общем-то, мало знакомы, но перевод интересный, да. Вот. Поэтому нам интересно было пьеса. А костюмы, вот декорации, как, в каком состоянии? Или это больше к режиссеру вопрос? Костюмы шьются, еще не все готовы сейчас к костюмам. Для премьеры у нас есть время еще. Вот. Какие-то шьются, а какие-то у нас, кстати, этот проект возник в библиотеке, в новом пространстве, и здесь участвовали у нас еще клуб, военно-исторический клуб, да, они восстанавливают вот эту вот форму, костюм, и мы с ними в этом спектакле договорились, что они, ну, партнеры здесь, да, партнеры здесь наши участвуют. Понятно, спасибо большое. Борис, ну, на самом деле, очень интересно узнать, вот мы в шутку все-таки, кино или всерьез, я не знаю, вы ли наемный служащий театра «Город». Как так случилось? Получилось, что вы свою судьбу связали вообще с театром? Ну, это довольно, довольно интересная история вообще, как бы я заканчивал политехнический институт в свое время. То есть не актер по профессии? Да, хотя я этим занимаюсь уже почти, ну, 25 лет, в том числе играю в Самарской площади, но вообще обычно говорят, кто твой мастер, да, кулка учится. Вот, например, Настя, у нее мастер Михаил Карпушкин, это профессор Института культуры. Я считаю, свой мастер это Виктор Васильевич Тимофеев, основатель вот театра «Города», потому что все, что я, все, чему я научился, это я научился только благодаря ему. Ну, если просто брать, что в свое время я, пан, пришел на курсы, которые организовал Виктор Васильевич при театре «Город», там, вот, ну, закончил такие годичные курсы, но, конечно, это был как бы ввод в профессию. Потому что сама профессия, она, это такая профессия, что нельзя сказать, вот я научился всему. Ну, и вообще можно ли актерство назвать профессией? А это как вы к этому относитесь? Вот, понимаете, можно говорить, театр зарабатывает деньги, а можно говорить, театр – это храм. Вот если вы считаете, что театр зарабатывает деньги, это, наверное, профессия. А если театр – это храм, то это, наверное, уже служение. Поэтому вот для меня это служение. Может быть, я, поэтому так я, может быть, и написал, хотя вот я только сейчас служащий. А для кого-то это профессия, потому что они зарабатывают деньги. Ну, для меня это неинтересно. А готовы бесплатно работать? А я бесплатно работаю в театре «Город». Ну, я имею в виду вообще вот быть, это понятно, да. Вообще вот. Да, я потому что зарабатываю где-то в другом месте, ну, как бы не в театре. Вот, ну, так устроено, что все-таки в театрах и в Самарской площади, так и в муниципальной, все-таки платят за то, что ты работаешь. Поэтому, ну, как бы я же не буду возвращать им деньги. Только потому что я считаю себя... Возьмите, пожалуйста. Я не нужен гонорар. Но для меня, как бы, театр – это все-таки храм. И для меня театр – это как бы содружество актеров. В свое время вообще театр «Город» назывался «Товарищество актеров». Вот. И, ну, потом он переименовывался там. Ну, для меня это Виктор Васильевич как бы тогда придумал. Ну, это фактически суть театра. И для меня именно это важно. Что собираются люди, товарищи по служению. Они делают что-то, не думая о том, там, заработают, а не заработают. Для них главное вот то, что они сейчас делают, то, что будет потом, как это будет воспринято людьми, которые придут на их спектакль. Потому что спектакль – это не шоу. Это не как что-то такое, ну, давайте повеселим людей. Это разговор с людьми. Если у тебя есть что-то сказать человеку, которые придут, людям, которые придут на твои спектакли, то ты говоришь с ними, серьезно говоришь. И если люди приходят, тоже понимая, что они пришли не повеселиться, а пришли на разговор, он может быть и смешной. Потому что в жизни все, как у нас, скажем, от комического до трагического. Вот, как бы это, вся жизнь это комическое, трагическое, это и есть, как бы, игра. Игра – это жизнь. Но это должно быть серьезно. Но вы же не приходите в храмы настоящие, вас не веселят. Там у них, как бы, есть свои каноны, потому что они, как бы, серьезные. Но философы какие у вас тут оказывается. Да, ну, в театре, по-моему, а как, ну, Станиславский раз, он не был философом от театра. Да, конечно, так или иначе. Вот, поэтому, как бы, мы все от этого пошли. Поэтому для меня именно это важно. И, как бы, я немножко переживаю, когда там так получается, что люди, там, приходят в театр, потом уходят, потому что, вот, ну, они, там, не могут заработать деньги, ну, здесь. Я понимаю, конечно, здесь есть жизнь, это надо зарабатывать. Но для меня важно именно вот это вот содружество и результаты, и работа, вот, вот для меня это театр. Понятно, друзья. Ну, мы сегодня говорим в нашей студии о театре «Город». И давайте посмотрим небольшой, удивительный, веселый трейлер спектакля «Война. Отражение». Поговорим не только о нем, а через пару мгновений вернемся в студию. Поговорим не только о нем, а через пару мгновений вернемся в студию. Поговорим не только о нем, а через пару мгновений вернемся в студию. Нет, неправильно все. А, где? Ну, спектакли. Ну, много удивительных спектаклей действительно в театре «Город» проходит, и, наверное, хочется спросить вообще о работе театра, потому что мы услышали, что артисты работают бесплатно. Вообще сама идея какова? Кто возьмется в эту известную, может быть, какую-то такую историю рассказать? Режиссер? Директор? Ну, давайте я скажу о том, как возник театр. Возник он во главе нашего руководителя, уже сейчас умершего, Виктора Алексеевича Тимофеева. Он вел курсы в институте культуры, был педагогом и решил параллельно организовать студию. И вот это произошло 30 лет назад, в сентябре. То есть, кто не знает, такая вот уже история богата. 30 лет нам исполнилось в этом году, в сентябре 1985 года. С этого времени, конечно, утекло много воды, много людей приходило, уходило, оставалось. Он объявлял наборы в студию, с таких наборов. Ну, вот, да, Борис Александрович попал в этот набор. Случайно пришли? В один из наборов, да. Из такого набора оставался, ну, один человек, как правило. Остальные уходили в студию. Я помню, что на эти курсы записалось человек 30. Причем, в основном, конечно, были девушки, мужчины. Которые мечтали, да? Парней было, по-моему, трое, что ли, вместе со мной. А перед, ну, когда первое собрание было, когда он знакомился, там, ну, каждый поднимался, вставал. А мне уже тогда было где-то, ну, 28 лет, по-моему, лет. Вот. И когда я встал, то он там спросил что-то, что я видел. Я сказал, что в театре города. Я сказал, что тут я видел. Оказалось, я пропал в просак. Оказалось, это был спектакль «Самарская площадь», а не «Города». Вот. И еще что-то. И потом он сказал, ну, вы понимаете, что из вас актеры же не получится. Я говорю, ну, да, конечно, просто мне интересно. Смирился. Из этих 30 я остался один. Все остальные, как бы, ну, и во время курсов рассеялись. Ну, и потом, то есть, никто в профессии не занимается, кроме меня одного из этих людей. Ну, это такой маленький, как бы, первый. И так вот оставались люди в течение многих лет. Сейчас вот у нас актеры пришли с курса, с курсов, с разных курсов Михаила Александровича Карпушкина. Вот Настя с ее курса, она режиссер. И вот как-то вот курсы Карпушкина совмещаются как-то в последние годы с студентами, бывшими студентами Виктора Алексеевича. У нас работают сейчас режиссерами и актерами тоже студенты, бывшие выпускники Виктора Алексеевича Тимофеева. У меня вот такой вопрос. Как вообще Театр Город вышел на детские спектакли? Ну, наверное, жизнь к этому подвела, потому что, как бы, детский спектакль, он всегда более востребован. Родители, хочешь не хочешь, а подхватятся и поведут своего... Ребенка, да. ...своя чадушка, да, ну, куда-то в интересную жизнь. Ну, давайте посмотрим. У нас есть фотографии ваших детских спектаклей. Рассказывайте, что это за спектакли, как они называются. Ну, это спектакль «Оранжевый ежик» по современной пьесе Сергея Белова, Сергея Куваева. Ну, там, как бы, сюжет, что «Оранжевый ежик» и игрушку украл ворона, вот в черном, из садика и попал в лес. Это вот уже другой спектакль, по шустрикам или ушастые проделки. По русским и американским сказкам. Да, ну, это обычно, как волк с лесой охотится за заяцем, есть медведь, который выручает его, а заяц, он такой шустрый. А для кого сложнее, для детей или для взрослых играть? Сложнее? Да. Есть такое понятие? Ну, мне кажется, это вообще невозможно так определить, как сложнее. Если ты, как бы, играешь, то это «Кошкин дом». Это «Кошкин дом», да. То у тебя всегда это и сложно, и просто. Вот это у нас очень старый спектакль, ему, по-моему, 96-го года. Да, мы еще тогда базируемся в ДК «Звезда». И к Новому году мы специально его выпустили. В этом году мы обновляем там костюмы. Ну, он всегда востребован. Этот спектакль, он вне всех времен. Я в детском садике, наизусть его знала, была рассказчиком этой сказки. Там песни, танцы, ну, то есть он очень интересный, и там он очень социальный. Эта сказка интересна для взрослых. А вот этот спектакль называется «Новое приключение удава». Если те спектакли поставил Виктора Сеевича, то этот спектакль уже после смерти Виктора Сеевича. Первый поставил это Станислав Полихин, его ученик. Ну, актеры у вас такие колоритные костюмы, необычные. Удав один, чего стоит. В этом спектакле у нас два хвоста удава. Это мы просто фотографии делаем после этого спектакля. Вот мы делаем на Новый год в музее Алабина. И потом после последнего спектакля делаем фотографии. Это вот последний спектакль, ну, в смысле крайний, как говорят. Кошка Марусит. Который сделали на тот, на Новый год, 15-й. Это опять спектакль с Станиславом Полихином. Да. То есть вот ставят теперь ученики Виктора Сеевича. Настя, каково вообще быть режиссером, молодым режиссером? Вот руководить, казалось бы, даже более старшими уже своими коллегами. Прислушиваются ли? Есть ли какие-то интересные истории? Есть два момента. В целом это сложно. Ну, то есть это непросто. Я не могу сказать, ну, там, нормально, да. Или хорошо, удобно, так, комфортно, все тебя слушаются. Нет. Нет, так, ну, я скажу. Это идеальный был бы вариант. Да, то есть это та сфера, в которой, ну, к счастью, к сожалению, ты никогда не будешь себя чувствовать в комфорте. Никогда не будешь чувствовать, что у тебя все хорошо. Ну, по крайней мере, вот, что касается меня, я вот могу за себя точно сказать. Но при этом, вот, результат, как бы, всей вот этой работы, то есть у тебя процесс очень большой получается. Ну, там, подготовка спектакля, да, репетиции, там, работа с актерами, там, создание декораций, работа над замыслом. То есть это очень большой процесс. И, конечно, там, на 80% он состоит из мучений, из каких-то, там, терзаний, то есть проблем. Но когда появляются какие-то светлые моменты, да, то есть начинает что-то получаться, да, или вдруг у тебя какие-то решения приходят, то ты испытываешь, ну, наверное, такой прилив какого-то удовольствия, вдохновения, который вот окупает все те сложности, которые ты переживаешь. Есть ли какие-то спектакли в Театре Город, которые уже прошли, именно вот ваш? Нет, вот для меня это первый спектакль. Трясутся все, наверное, поджилки, ноги, руки, зубы. У меня трясутся поджилки, ноги, зубы, руки всегда на любом спектакле, вне зависимости от того, где это происходит. Я всегда очень нервничаю. То есть чем ближе к спектаклю, я уже начинаю нервничать на прогонах, там, на каких-то генеральных репетициях. Потому что, ну, мы же привыкаем, ну, я-то даже со стороны уже привыкаю к тому, что я вижу, да, а зритель приходит первый раз, и ты уже не споставляешь свое видение с его видением, и тебе уже начинает казаться, что происходит вообще что-то невероятное, совершенно не то, чего ты хотел. Вот, но, ну, я справляюсь, в принципе, с этим волнением. То есть когда там спектакль, грубо говоря, только начинается уже со зрителем, да, там, они вдруг начинают реагировать где-то, и ты так потихоньку начинаешь. Отпускается. Отпускается, да. То есть ты слышишь, здесь какая-то реакция, тут какая-то реакция. Иногда, то есть просто, если даже зал молчит, ты все равно чувствуешь там, что происходит, какое настроение. Вот, и то есть ты уже так сразу, вот, вот, все спокойно, спокойно, и, ну, приходишь в какое-то такое нормальное состояние. Ну, и это эйфория, конечно же. То есть вот эта реакция зрителей, вне зависимости от того, положительная, отрицательная, то есть тебе приносят такие ощущения, что ты понимаешь, зачем ты вообще в этой профессии оказался, да, и что ты от этого всего хочешь. А с Настей мы взяли как кота в мешке. Настя, в открытии в эфире кот в мешке. В прошлом году, когда занялись проектом «Дорогами судьбы», мы предложили пьесу поставить Станиславу Полищину, детский спектакль, который делал с нами. А он говорит, ой, мне так в этом году некогда, у меня вот есть замечательный друг, режиссер, и он предложил Настю. А Настя сразу, сразу пришла уже вот с этой идеей, с этой пьесой, и она очень понравилась. Мы случайно, да, встретились со Стасом на улице, то есть он там куда-то бежал, на очередную работу. Случайности не случайно. А у меня как раз было время достаточно много свободного в этот момент. И вот он мне предложил, что хочешь поучаствовать? Ну да, давай. У меня как раз вот есть пьеса какая-то. И все, и как-то с этого пошло-поехало. То есть тут случайности, которые очень сошлись так четко и интересно. Ну здорово. Суфья, а вы смотрели вот какие-нибудь постановки? Да, конечно. Ну какие есть, может быть, мысли, запоминающиеся спектакли? Вот у Театра Город все спектакли на самом деле запоминаются. Ну и, конечно же, на детские я не хожу. Мне это не очень интересно. А для взрослых, да, это все мне очень близко. Близко потому, что я очень люблю спектакли, связанные с литературой вплотную. То есть по каким-то уже известным, готовым произведениям. Потому что иной раз постановок бывает несколько. Режиссеры разные. И ты сравниваешь, насколько... Кому когда удалось что выцепить. Да, что показать. Какие-то, может быть, неотмеченные стороны даже писателям, например. Ну вот у нас есть «Путь к счастью». Как выяснилось, это спектакль по роману «Война и мир». Давайте кадры посмотрим, а наши гости расскажут. Что как бы главное это в этом, Борис? Ну, вообще, надо сказать, что это литературный спектакль. То есть сама форма, она немножко недрадиционная. Поставил ее Елена Болотина, это преподаватель института культуры. В общем, с кем мы сотрудничаем и к кому мы относимся большим уважением. Она как бы выделила линию, то есть «Путь к счастью» двух героев. Это Пьера Безухова и Андрея Балконского. Кто читал этот роман, то он знает, понимает, о чем я говорю. То есть они, вся их жизнь, это «Путь к счастью», они ищут смысл жизни. И только в самом конце, у Андрея перед смертью, у Пьера Безухова, ну, в конце романа, они понимают, что такое счастье и как вообще нужно жить с этим отношением к жизни. Когда счастье – это не то, что у тебя лучше, а у другого хуже. Счастье – это когда ты умеешь прощать врага, как, например, дошел до этого Андрей Балконский перед своей смертью. Или как Пьер Безухов, который понял, что счастье – это не значит жить там в богатстве, роскоши, пить. Это можно и... В меньшей степени. Да, это главное, это счастье – это любовь для него оказалась. То есть вот, поэтому, наверное, Лена Болотина выбрала именно такой сюжет, и мы с ней сделали, мне кажется, замечательный спектакль, который, кстати, участвовал тоже в этом проекте «Дороги судьбы». Ну, он уже как спектакль к тому времени, он уже у нас был готов. Но и как бы время вроде другое, потому что проект был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне, а там была Первая Отечественная война. То есть то с лишним лет назад, но, как оказалось, времена не меняются. И все. И как бы идеи, как быть счастливым, во все времена остаются вопросом для всех номеральных. Ну да. Друзья, совсем скоро в эфире нашей программы окажутся еще одни замечательные актеры Театра «Город». Я думаю, что с ними тоже будет очень любопытно познакомиться, поэтому не переключайтесь, будем рассказывать и о спектаклях, и о том, что ожидает Театр «Город» впереди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше свободы, больше свободы выбора какого-то в действиях, в поступках. Я просто сама холостая, поэтому мне кажется, что так оно и есть. В зависимости от ситуации, есть дети или нет, и как, ну не знаю, наверное, женатым. В разном возрасте свое, молодым, легче холостым, когда постарше уже пора семьей заводиться, тогда женатым, конечно. Все-таки женатым. Я, будучи женатым, у меня маленький ребенок, все-таки как-то, что-то, какая-то помощь есть, и я, и ты живешь, знаешь, для чего живешь. А холостой сегодня там, завтра там, непонятно. Везде свой плюс, свои минусы. Вроде хорошо, когда жена есть, приходишь там, накормят тебя и уют какой-то. А так, в принципе, одному тоже неплохо. Я просто с девушкой недавно расстался, вот и сравниваю сейчас. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки женатым живется проще. Почему? Ну, потому что он под опекой, потому что за ним женщина, жена ухаживает. Все зависит от человека, на самом деле. Если семья дружная, и они свои доходы распределяют справедливо и рационально, то, наверное, легче. Одинокому человеку. Ну, опять же. И потом, ну, прожить-то можно на любые деньги, на самом деле. Важно, какие у вас запросы в этой жизни, что вы хотите. Продолжаем рассказывать вам о том, что готовит и что уже успел показать своим зрителям, любимым зрителям Театра Города. И приглашаем вас 17 и 24 октября посетить уникальную постановку по пьесе «Ремарка. Последняя остановка». Я думаю, что это очень интересно будет, очень так вот ожидаемо. Все ждем, надеемся. Ну, давайте еще раз представлю наших гостей. С нами здесь режиссер Театра Города Анастасия Алмазова. С нами здесь служащий Театра Города Борис Требич. И присоединились к нам актеры Влада Широкова. Здравствуйте. И Владимир Темников. Здравствуйте. Здравствуйте. Задействованы ли вы в последней остановке, Влада? Да, конечно. Как мы заметили. Давайте рассказывайте, как это случилось в вашей жизни, какие эмоции и как вообще идет процесс сам. Вообще, конечно, я верю в судьбу и в знаки. Очень интересно так сложилось в моей жизни, что первый раз я пришла на спектакль, вообще в общем на спектакль, в театр. К постановке Михаила Саныча Карпушкина. Это был выпускной спектакль «Беда от нежного сердца». Это был Водевиль. И я влюбилась. Я влюбилась в театр и поняла, что это мое, и я должна быть там. Я поступила к Михаилу Санычу Карпушкину, закончила, но не работала в театре. Вернувшись в театр, в театр-город, вернее, мне порекомендовала подруга посмотреть спектакль «Театр-город». И первый спектакль, который я посмотрела в театре-город, это был Водевиль «Беда от нежного сердца». Вот я поверила в эти знаки, потому что я поняла, что все-таки мне надо возвращаться в любимое дело. Сердце тянет. И я стала вводиться постепенно в спектакли. И интересно так, действительно, мы сегодня говорили о мастере. И наш мастер, это мой мастер, это Михаил Саныч Карпушкин. И судьбой мы связаны. Вот театр-город, Михаил Саныч и Виктор Алексеевич Тимофеев. Я велась в спектакль, вернее, не велась, а уже работала в спектакле «Путь счастья». Это постановка Елены Болотиной, кстати, тоже выпускница Михаила Саныча Карпушкина. Вот действительно, этот круг замкнулся. И вдруг мы встречаем Настю и Владимира. Ну, с лобой мы уже работали в спектакле «Путь счастью». Он тоже выпускник Михаила Саныча Карпушкина. Мы притягиваемся все. Поэтому у нас такой творческий тандем, где мне на самом деле очень комфортно работать. Это наша школа. И я думаю, может быть, Вова что-то скажет. Ну, я хотела про героиню вашу спросить в последней остановке. Как вообще вот кто она? Ну, вообще в афише коварная, расчетливая. Ну, мы видим, да. Даже по взгляду понятно, что непростая. Хочу защитить свою героиню. Потому что я считаю, что есть у нее своя правда. А правда это на самом деле обстоятельства. Это вот проказа войны. Да? Потому что коварная, расчетливая, я не согласна. Вот так вот. Я не согласна. Мнение актеров может не совпадать с меня. У нее в диалоге есть очень интересная фраза. Она говорит, мы выучились в это время, во время войны, мы выучились следить и притворяться. И вот, я думаю, наверное, она выжила благодаря своим таким актерским уловкам. Потому что здесь есть некий театр. Театр в театре, да, наверное? Понятно. Владимир, расскажите свою историю вообще. Попадание непосредственно в театр города и непосредственно в последнюю остановку. Ну, моя история попадания в театр город начинается с того, что театр город – это вот отличное место, которое дает возможность вот людям вроде меня попасть к ним на самом деле. Потому что я как-то на самом деле не очень серьезно планировал-то вообще в театр не то, что там возвращаться, не возвращаться. Ну, просто интересы крутятся вокруг этого все время так, чтобы попадать. Вот с помощью спектакля «Путь к счастью» меня просто туда позвали, потому что знали, что я могу. Ну, и после этого я вот как-то так закрепился во всем этом. Ну, а ваш герой какой он? Он загнанный зверь, если верить тому, что написано у Ремарка по этому поводу. И мне это очень нравится, потому что у того же Ремарка есть, например, «Искра жизни», да, тоже про концлагеря, про жертв. Там это, ну, живые трупы, так как это, ну, по большому счету и было, да. Но Ремарк прекрасно понимал, что такое театр. Он понимал, что если вот такой беглец из концлагеря, каким он был на самом деле, появится на сцене, скорее всего, никакого конфликта не будет, он просто упадет в обморок и, ну, и все, и сюжет дальше не двинется. Поэтому Рос, он театральный, театральный беглец из концлагеря. Он не жертва, он зверь, который все время бежит куда-то, прячется и понимает, что... Ищет убежище. Да, да, это самая такая для него цель в начале. Настя, ну, вот они рассказали свое видение. Совпадает ли их какое-то вот такое отношение к своим персонажам? Ну, у нас, поскольку мы вместе работаем, конечно, ну, у нас какое-то есть общее мнение по поводу этих персонажей, да, в чем-то совпадает. Я единственное, что вот по поводу, наверное, Анны, да, хотел сказать, вот персонажа, который вот Влада у нас создает, я тоже не совсем согласна с этой формулировкой по поводу коварности, да, но вот есть, да, такая аннотация, есть такое мнение об этом персонаже. Но когда ты читаешь произведение, с первого раза вообще этого абсолютно незаметно, да, то есть у этой женщины есть очень четкое определенное оправдание, почему она там ведет себя так, да, почему, возможно, складывается о ней такое впечатление. И ты испытываешь к ней сочувствие, да, нежели какое-то отрицание или какой-то негатив. На самом деле, что касается персонажей, ну, это тоже, это один из тех моментов, вот, который меня привлек. И сколько вообще персонажей задействовано? Так, у нас там главных, получается, персонажей трое, четверо, можно сказать, и еще вот двое там. Борисово задействовано? Трое еще, получается, да. Да, да, у меня небольшой просто эпизод там. Там есть такой персонаж Кох, с кем они, ну, я как бы... Тоже беглый... Приоткроет сюжет, что начинается с того, предыстория... Ну, приоткрывает, может, тот читал, на самом деле, я думаю, даже не один наш зритель. Да, ну, что вообще все действие происходит два дня, 30 апреля, 1 мая в Берлине, то есть, понятно, 45-го года, понятно, что это за время. И вот два... и происходит побег из тюрьмы. Значит, вот один персонаж, это вот Володя Темникова, а другой, это как будто тот, который я играю, Коха. И его, если не ловит, потому что он попадает к Анне и скрывается, то меня ловит мой персонаж. И вот как там... и небольшой есть эпизод допроса в присутствии всех, в том числе и его, и его, всех. Вот. И там вот как бы то, что выдаст он или не выдаст. А вот выдаст или не выдаст, это можно прийти посмотреть или прочитать. Вот как заинтриговали. Да, вообще есть очень интересный здесь политический ответ, да, потому что у нас кое-кто сейчас пытается переписать историю. Вот он, ремарк. И там есть гениальнейшая фраза героев, которые говорят, мы ждем русских как освободителей. Так кто выиграл войну, собственно? Друзья, ну вот видите, как все получается. Если у вас есть собственное видение, или, может быть, вы читали ремарк, или как раз у вас есть время на то, чтобы его прочесть и к 17-му или к 24-му, кто как читает. Если быстро, то давайте уже к 17-му числу готовьтесь, как это нужно, наверное, сделать. Вообще, кстати, нужно ли читать? Вот такой вопрос. Режиссер. Знаете, у меня такое мнение. Я не преследую людей за то, что они не читают материал перед тем, как прийти в театр. Хотя, конечно, раньше всегда такая тенденция существовала. Это считался некий такой показатель грамотности, образованности зрителя. То есть он должен был обязательно читать перед тем, как пойти. Но я отношусь к этому гораздо проще, потому что, в принципе, спектакль – это же интерпретация. Тебе преподносят какое-то видение, в любом случае не твое. И тут такой вопрос, что можно преподнести так, что человек пойдет и потом прочитает. Но я не люблю всех фраз «книга лучше». Я, если честно, никогда не согласна. Я вообще тоже стараюсь об этом просто не думать, потому что «книга лучше» – это больше с кино обычно связывают такие моменты. Театр – это все-таки более свободная территория, где есть определенные законы и где жизнь происходит здесь и сейчас. И в кино все-таки у нас немножко другая история происходит. Ну, я спокойно отношусь. Я вот за то, что донести историю таким образом, чтобы человек пошел и прочитал, прочитал, может быть, эту историю, потом еще какую-то историю. Ну, то есть как-то познакомить, раскрыть, представить. Не оставить равнодушным в любом случае. Наверное, это самое главное и в любой работе, и в работе режиссеров, актеров, всех тех, кто задействовал на спектакле. Друзья, спасибо вам большое, что пришли. Я надеюсь, что ваша подготовка будет как по маслу, что все случится. И 17-го, 24-го во сколько и где? Это можно будет увидеть. В 6 часов в музее «Ладина». Так что, друзья, давайте. Собираемся именно там, 24-го и 17-го. Супер спектакль по пьесе «Ремарка. Последняя остановка». Я думаю, что будет интересно и, по крайней мере, ну, как мы выяснили уже, равнодушных точно не останется. Спасибо большое, что пришли. Вам, друзья, хорошего настроения. Всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»